Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Какой он банк 21 века? Ответ в Сочи ищут участники Международного банковского форума. В Сочи обсуждают место и роль мусульманской общины в современном обществе. Курорт выбран для форума не случайно. В Сочи привезли самую дорогую в стране шахматную доску. Ее представили на выставке «Золотой сезон». 22 региона и более 100 сильнейших спортсменов страны. В Сочи проходит открытый турнир по настольному теннису. Новый апелляционный суд начнет работу с 1 октября. Он расположен в теперь уже бывшем здании главного корпуса Сочинского госуниверситета. Дату открытия огласил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, сообщает ТАСС. Третий апелляционный суд в Сочи станет второй инстанцией для судебных решений, вынесенных Верховными судами Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Северной Осетии, Чечни, а также Краснодарского и Ставропольского краевых судов, Астраханского, Волгоградского и Ростовского областных судов и Севастопольского городского суда. В штате будут работать около 40 человек. Подразделениям Миграционной службы России сегодня 300 лет. Лучших кубанских сотрудников ведомства чествовали в Краснодарской филармонии. Служащих со сцены поздравил губернатор Краснодарского края. Миграционная служба влияет на все сферы жизни региона, отметил Вениамин Кондратьев. По словам главы администрации, Кубань – один из самых популярных среди желающих переехать субъектов России. Только за последний год край принял больше 60 тысяч человек на постоянное место жительства. Каждый житель России хотя бы однажды обращался в органы миграционного контроля. Его сотрудники выдают паспорта и оформляют регистрацию, контролируют прибывающие в регион население. Это около 3,5 миллионов госуслуг ежегодно только в Краснодарском крае. По количеству мигрантов регион находится на третьем месте в России. В Сочи стартовал Международный банковский форум «Банки России. 21 век». Он проходит на курорте уже в 17 раз и каждый год собирает ведущих представителей банковского сообщества и финансовых организаций. Сегодня прошла первая панельная дискуссия на тему финансовых технологий и повышения эффективности бизнеса. По традиции, перед началом форума отметили лучших представителей ассоциации. Им вручили дипломы и памятные знаки. С приветственным словом к участникам обратился вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. Повышение эффективности государственных сервисов, поддержка малого и среднего бизнеса, обслуживание регионов, условия кредитования населения – вопросы, связанные с цифровизацией и кибербезопасностью. Эти и другие актуальные темы банковского сектора обсуждаются в рамках форума. Много самых разных тем. Одна из тем, которая вызывает повышенный интерес – это возможность внедрения механизма саморегулирования в банковском бизнесе. То есть повестка дня конференции насыщенная. Мы уже вчера провели два мероприятия – круглый стол и комитет по малому и среднему бизнесу. Ну и сегодня у нас первый день, первый рабочий день конференции. В форуме участвуют руководители российских банков, федеральных ведомств и министерств, депутаты Госдумы и представители международных финансовых организаций. Завершится он 14 сентября. Экономический форум регионов России «Точка роста. Туризм, спорт, инвестиции» пройдет в Сочи. Мультиформатный форум проведут на курорте «Роза Хотор» с 30 октября по 1 ноября. Он объединит лидеров туристской отрасли и спортивной индустрии. В программе три дня дискуссионных сессий и семинаров. Первый день будет посвящен вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. Во второй день планируются две параллельные деловые программы по лучшим инициативам в отрасли. В рамках третьего дня пройдут семинары, тренинги и деловые игры по направлениям маркетинг и менеджмент в спорте, гостеприимство в туризме. По итогам обучения участники получат сертификаты. На форуме будет работать менторская гостиная, где эксперты и представители ведомств проконсультируют желающих о возможностях развития проектов в сфере туризма и спорта, мерах господдержки для предпринимателей и инвесторов. Участие в форуме бесплатное. Все системы жизнеобеспечения должны быть готовы к отопительному сезону 1 октября. Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев на краевом совещании. Губернатор Краснодарского края отметил, что в этом году на всю подготовку к осенне-зимнему сезону из бюджета выделена значительная сумма – почти 5 миллиардов рублей. Пока синоптики делают прогнозы на предстоящую зиму, энергетики, коммунальщики и главы районов на финишной прямой по подготовке к отопительному сезону. Можно долго надеяться на милость природы, но предупредить аварийной и нештатной ситуации необходимо уже сейчас, уверен губернатор. Особенно если дело касается социальных учреждений. В больнице, школы, детские сады и ныне социальные объекты – это максимальное внимание при подготовке, максимальное. В больницах люди пришли лечиться, безусловно, и там должно быть тепло. В детских садах и школах наши дети учатся, и там, естественно, должно быть тепло. И в других социальных объектах. Это зона повышенного вашего внимания и ответственности. Чтобы не получилось так, что в седении сезона отопительного или зимы, говоря по-русски, останется без тепла тот или иной объект. Коллеги, личная ответственность, подчеркиваю, личная по всем социальным объектам. На то, чтобы в дома жители Кубани не проник зимний холод, было направлено почти 5 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда на тепловое хозяйство. Средства ушли на замену теплотрасс и оборудование, модернизацию котельных и закупку топлива. Все, чтобы первые заморозки ни для кого не стали неожиданностью. По состоянию на 10 сентября из 2801 котельной подготовлено к работе 2557 или 91,3 процента, подающих тепло населению и социальной сфере. Из 3320 километров тепловых сетей подготовлено 3120 километров или 94 процента. Особое внимание Вениамин Кондратьев попросил уделить замене тепловых сетей. Еще в прошлом году каждому из муниципалитетов была установлена норма не менее 5 процентов. Но с этой работой справились не все. Так, в Староминском районе показатель не превышает и 1 процента. Однако глава муниципалитета заверил, до конца сентября ситуация будет исправлена. Также губернатор напомнил, что перед районами сегодня стоит задача. В общей сложности 2020 года выйти на ежегодную замену не менее 80 котельных за счет инвесторов. Соглашения о передаче в аренду объектов коммерческим предприятиям будут заключены в 8 районах региона до конца этого года. Конечно, привлечение бизнеса в коммунальный сектор края принесет множество плюсов. Но главное, чтобы привычные суммы в платежках потребителей не выросли в разы. Инвесторов нужно привлекать сегодня в сферу ЖКХ, в целом сферу ЖКХ. И президента задачу нам поставить. Но вы же поймите, инвесторы, они приходят не с благотворительностью, а с бизнес-инициативами. Они хотят зарабатывать. Вот это получается, мы должны понимать, откуда будет источник прибыли, в том числе у этих инвесторов. Но если мы будем прибыли перекладывать на плечи населения, это невозможно. Я никогда не соглашусь. Никогда. Никто не будет зарабатывать за счет того, что тарифы будут расти. Вначале и инвестиционные проекты, с учреждением вложения средств, модернизацию. Неважно будет, что это теплооснабжение, если в целом берем сферу ЖКХ. А потом уже будем смотреть, сколько вложили, какая соразменность возврата вложенных средств, безусловно. И, конечно, какая уже будет прибыль. Поэтому мы собственных темпов не сбавляем. А инвесторы ни в коем случае не зарабатывают за счет просто увеличения тарифов. Вот просто пришли и уже увеличили тариф. Нет. Сперва модернизируйте, сперва покажите. А потом мы уже согласуем вам тот тариф, который, во-первых, будет щадящим для населения. Ну и, я надеюсь, выгодным для консессионера. Масштабную подготовительную работу к началу отопительного сезона провела и энергетическая компания «Края». Только в этом году на ремонт линий и подстанции было выделено более 3 миллиардов рублей. За 8 месяцев 2019 года количество аварий в сети 6 киловольт и выше мы снизили за аналогичный период прошлого года на 7,5%. Что важно отметить, недоотпуск электроэнергии составил минус 28% к аналогичному периоду прошлого года. Мы выполняем существенную ремонтную программу. Она практически в 2,5 раза была выполнена по отношению к предыдущим годам. Для руководителей предприятий жизнеобеспечения «Края» такое совещание – повод обсудить с губернатором наболевшие проблемы. В частности, разговор шел о недобросовестных управляющих компаниях. За свет отопления, газ и воду чаще всего потребители платят не напрямую поставщикам коммунальных услуг, а через управляющую компанию или ТСЖ. Однако последние не всегда работают на совесть. Могут завысить показания, неправильно начислить плату, а деньги от жильцов и вовсе не приводят к поставщикам ресурсов. Сегодня прямое абонирование дает нам 96% сбора денег с населения. Само население платит. Проблема в том, что, вот я сказал, управляющая компания сама затягивает процесс перевода на прямое абонирование. Они акты не подписывают, затягивают оплату. То есть добровольно они не платят. Идут судебные процессы. И это не дает нам права забрать на прямое абонирование. Здесь с главой муниципалитетов, то есть с замами, точнее, глав. И в ручном режиме начинать уже просто работу либо с жителями. Там же есть алгоритм, где жители напрямую могут принять решение. И они тоже понимают, что им посредник не нужен. И здесь, по большому счету, власть должна помочь жителям платить напрямую теплоснабжающие организации. Без посредников, я думаю, жители поддержат. Потому что им лишняя накрутка в квитанции не нужна. Поэтому поддержители сегодня теплоснабжающие организации в их желании работают напрямую с потребителями, то есть с жителями. Напрямую, без всяких посредников, всяких управляющих компаний. Если управляющие компании не понимают свою ответственность и еще и не хотят эту ответственность нести. Главный ежегодный экзамен на профпригодность для комплекса ЖКХ начнется уже меньше, чем через месяц. Отопительный сезон стартует 1 октября. Открыта регистрация на ежегодный саммит молодых ученых и инженеров в Сочи. Он пройдет с 28 октября по 3 ноября. Подать заявку можно до 20 сентября на сайте summit19.sirius.conf.ru. Мероприятие стало уникальной площадкой, где талантливые студенты и аспиранты могут получить советы от ведущих ученых и обменяться опытом со своими коллегами, молодыми исследователями, а также получить приглашения на стажировки в ведущие инновационные компании. Ученые с мировым именем и представители индустрии получат возможность представить свои разработки. Студенты балаковриата и специалитета с третьего курса включительно. Магистранты и аспиранты для участия в саммите должны пройти конкурсный отбор. Для этого нужно представить исследовательский проект по одному из научно-технологических направлений саммита. Генетика и науки о жизни, искусственный интеллект и информационные технологии, материалы для медицины, материалы для распределенной энергетики, а также исследования в области когнитивных наук. Результаты отбора станут известны 1 октября. Расходы на покупку билетов, питание и проживание для прошедших отбор студентов берет на себя фонд «Талант и успех». Ну а более подробная информация на сайте саммита. В Сочи сегодня обсуждают место и роль мусульманской общины в современном обществе. На курорте открылся форум, организованный Духовным управлением мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. В Сочи съехались муфти всех северокавказских республик, а также Саратовской и Ростовской областей. В качестве приглашенных в работе форума участвуют представители Русской православной церкви и государственной власти. Цель форума – поднять вопросы интеграции российских мусульман в систему социальных институтов, бизнеса и гражданского общества. Планируется обсудить и межконфессиональный диалог. Чтобы люди понимали, что в религии созидательное начало, там нет вражды. Если есть вражда, там нету религии. Вот это надо четко различать. Государство российское, оно тысячи лет живет в таком симбиозе нескольких религий. Живешь здесь стабильно? Какие коллизии испытало российское государство? Выжило, выстоялось? Сочи был выбран местом проведения не случайно. Это многонациональный, многоконфессиональный город. И для многих регионов является примером добрососедства. На сегодняшний момент можно сказать, что город Сочи является одним из наиболее, по нашему мнению, толерантных муниципальных образований, где очень мирно и во взаимодействии все конфессии представлены и проводят те же самые событийные мероприятия. Работа форума рассчитана на три дня, а также его участники соберутся на пятничную проповедь. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 13 сентября в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 24-26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Соут». Море золота. Новинки фэшн-индустрии. Скидки. Акции. Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и билетов на шоу. С 12 по 15 сентября. Жемчужина. Вход свободный. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Соут». Море золота. Новинки фэшн-индустрии. Скидки. Акции. С 12 по 15 сентября. Жемчужина. Вход свободный. Соут.ру. Категория 0+. И к другим новостям. Манеж сочинского цирка превратили в бассейн. В город с гастролями приехал аттракцион на воде Шевченко Шоу. Помимо фонтанов, сказочного света, дрессированных животных, артистов и акробатов в программе цирка «Синхронное плавание». Сегодня на генеральной репетиции перед премьерой побывала Инга Габешия. Сочинский манеж Клоуны, акробаты, факиры, масса номеров с дрессированными животными. И тоже в воде. Цирк на воде – это авторский аттракцион. Здесь все эксклюзивно. От музыки, написанной специально для шоу, до самих фонтанов. Мы не заявляемся как шоу фонтанов, как какое-то там лазерное шоу. У нас все-таки цирк. И дабы оставаться в сегменте этого цирка, естественно, мы, конечно же, имеем традиционных клоунов, мы имеем дрессуру животных. У нас работают морской лев, вот бопы, трессированные собачки, голуби, крокодилы, питоны. Вот такой небольшой джентльменский набор животных, которые в основном связаны, могут работать непосредственно в воде тоже. И это дает нам все-таки право оставаться в сегменте цирка, не уходить в какие-то театральные шоу. В общем, мы их все-таки за цирк. Но в его необычном исполнении зрители будут практически присутствовать внутри представления, потому что некоторые номера выходят даже в зал по своему объему. В последний раз артисты знаменитого цирка «На воде» приезжали в Сочи 4 года назад. За это время программа «Шевченко-шоу» сильно изменилась и потяжелела. Труппа с собой привезла 80 тонн оборудования, за счет которого и сочетаются сразу несколько стихий. Вода, огонь и свет – это отдельные участники программы «Шевченко-шоу». Вся программа шпигована техникой, воздушными аппаратами, которые постоянно поднимаются, опускаются. Причем это очень серьезная грузоподъемность. Вот стеклянные ванны, они в себя вмещают по 500-600 литров воды. И все это движется наверх-вниз. Ну, собственно, все, что мы показываем, это наши наработки за 20 лет. То есть программа была создана в 1998 году, еще выпущена. Но, естественно, она не была такого объема. И вот с каждым годом, с каждой программой, с каждым городом мы что-то добавляли, что-то убирали. И вот пришли уже вот к такому результату. По версии Росгосцирка, программа «Шоу на воде Шевченко» входит в тройку лучших в России. Гастроли «Цирка на воде» продлятся в Сочи по 13 октября. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи наступил «Золотой сезон». Так называется выставка ювелирных изделий и фэшн-индустрии. Она открылась сегодня в гранд-отеле «Жемчужина». Там же в рамках выставки начал свою работу фестиваль народных мастеров и художников России. Все подробности в нашем сюжете. «Золотой сезон» в разгар бархатного. Выставка ювелирных изделий и фэшн-индустрии снова в Сочи. На стендах все для красивой и яркой жизни. Одежда, косметика и, конечно же, ювелирные изделия. Золото, серебро, бриллианты и натуральные камни. В Сочи свои уникальные товары привезли более 80 компаний. «Много ювелирных изделий. Их привезли из самых разных регионов нашей страны. Это и худские бриллианты, и изделия народных промыслов. И широкий ассортимент. Все то, что вы заработали лето, можно с успехом потратить на выставке «Золотой сезон». Из Красноярска на выставку в Сочи привезли мировой гамбит. Самая дорогая в России шахматная доска. Цена 20 миллионов. Это 6,5 килограммов золота и серебра, порядка сотни бриллиантов и три года работы. Белые фигуры – исторические персонажи России, черные Америки и Европы. Короля представляет Владимир Владимирович Путин белого, черные. Тогда у власти был еще Барак Обама. То есть тогда я начал их делать. Полностью была детализация лиц. Каждое лицо вырезалось под микроскопом в десятикратном увеличении. Также в рамках выставки «Золотой сезон» проходит фестиваль народных мастеров и художников России. Умельцы привезли изделия, ручной работы, сувениры, одежду, украшения и многое другое. Я хожу в лес. Это из натуральной цельной коры пробкового дуба. И в нее можно сделать и светильник из нее, и дизайн, и цветы посадить возле дома, и домашние цветы поставить. В дни работы выставки эксперты отметят самые необычные и качественные украшения, одежду и аксессуары. Ну а посетители смогут не только приобрести оригинальные товары, но и стать участниками мастер-классов, выиграть билеты на развлекательные мероприятия, смартфон или настоящий сертифицированный бриллиант. Выставка «Золотой сезон» в Гранд-отеле «Жемчужина» будет работать до 15 сентября с 11 до 19 часов. Вход свободный. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Мастера «Малой ракетки» разыгрывают в Сочи медали всероссийских соревнований. В Югспорте проходит 49-й открытый сочинский турнир по настольному теннису. 22 региона и более 100 сильнейших спортсменов страны. Одни приехали в Сочи за звание мастер спорта, ну а более опытные готовятся к предстоящему Кубку России. Светлана Крекина – чемпионка России. В феврале на главном турнире страны Владимирская спортсменка выиграла две золотые медали в одиночном и парном разрядах. Сегодня на сочинском турнире Светлана – пример для подражания и мотиватор для молодежи. Такого высокого звания она добилась после 30 лет упорной работы. Это было очень неожиданно. И, конечно, я очень счастлива, что получилось так, что я его выиграла. Лет 10 назад я была серебряным призером, но чемпион – это чемпион. Важно упорство, труд. И даже если что-то не получается, никогда не сдаваться, стараться работать. Сама же чемпионка России на сочинском турнире приходит в форму после летних каникул. Это первое соревнование в нынешнем сезоне. Остальные спортсмены – возможность. Сразиться с лучшей теннисисткой страны считают за честь. И здесь важен не столько выигрыш, сколько сдача норматива на звание мастера спорта. С этой целью на традиционный уже 49-й турнир приехали 30 спортсменов из Краснодарского края. Краснодарка Виктория Климченко этот этап уже прошла. И теперь добиться результатов помогает совсем юным спортсменам. Дальше хочется представлять свой край и, наверное, помогать им, младшим ученикам, воспитывать и направлять их. Потому что хочется, чтобы Россия выступала все-таки намного лучше, чем на данный момент. Если мы будем поднимать своих девочек в каждом своем регионе, мастера, которые могут передать где-то опыт, где-то морально их поддержать. За годы проведения сочинского турнира в нем принимали участие сильнейшие спортсмены Советского Союза. В числе участников были чемпионы мира, заслуженные мастера спорта. За 49 лет, отмечают организаторы, не было ни одного перерыва. И все эти годы кубанские спортсмены на высоте. Мы недавно стали единственными в Краснодарском крае из всех видов спорта победителями спартакиады учащихся России. А по спартакиаде учащихся вообще оценивается работа в регионе в любом виде спорта. И вот мы единственные первые, поэтому нам есть чем гордиться. Сочинцы, к сожалению, обороты сбавили. Но все равно мы не забываем, эти турниры проводятся и для того, чтобы сочинские ребята подключались. Работаем, по крайней мере, и будем работать дальше над тем, чтобы в Сочи и в районе Сочи развивался настольный теннис. 49-й всероссийский традиционный сочинский турнир по настольному теннису будет проходить вплоть до 15 сентября. Посетить соревнования приглашают всех сочинцев. Вход на турнир свободный. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok